В эфире новости в студии телерадиокомпании Муравленко ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте и коротко о некоторых темах выпуска. Теория добычи и переработки. Учащиеся лекции и студенты колледжа на практике изучают тонкости газопереработающего производства. Экскурсы в профессию дают возможность сориентироваться в будущем. Новые категории документов вступают в силу. В Муравленко начали выдавать водительские удостоверения нового образца, о чем гласят поправки в закон о безопасности дорожного движения. Не просто структура, способная на высоком профессиональном уровне решать вопросы противопожарной защиты. Прежде всего это люди, преданные профессии. Муравленковские пожарные в преддверии праздника проводят дни открытых дверей. В госавтоинспекции Муравленко начали выдавать водительские удостоверения нового образца. Внешний облик прав изменился в связи со вступившими в силу поправками в закон о безопасности дорожного движения. Согласно ему появились новые категории и подкатегории прав. В первую очередь изменения затронули обратную сторону водительского удостоверения. В карточке уже не 9, а 16 различных категорий. В этот перечень добавлена новая категория М и 6 подкатегорий. Те, у кого уже есть права на управление любым видом транспорта, могут ездить на мопеде или скутере, не издавая дополнительно никаких экзаменов. Еще одно нововведение, которое нашло свое отражение в новых правах, это управление автомобилем с автоматической коробкой передач. Но в российских автошколах нет методики обучения на права с такой трансмиссией. Поэтому пока курсанты будут обучаться на учебных автомобилях с механической коробкой передач. Эти люди получат простую категорию Б без ограничений каких-либо. И они смогут как на механической коробке ездить, так и на автомате. Если ограничение в виде автомата будет вводиться только тем гражданам, которые будут обучаться только на автомат. То есть, соответственно, они не смогут ездить на механической коробке. Добавлю, что тем, у кого есть водительское удостоверение, не нужно торопиться его менять. Документ будет действовать до истечения срока годности. Срок действия российских водительских удостоверений составляет 10 лет. Теория добычи на практике учащиеся многопрофильного лицея и колледжа познакомились с деятельностью Муравленковского газоперерабатывающего завода. Школьники и студенты побывали на производственных площадках, узнали об этапах переработки попутного нефтяного газа и о реализации продуктов нефтехимии. Вместе с учащимися на экскурсии побывала и наша съемочная группа, рассказывает Денис Максимчук. Средний возраст сотрудников Муравленковского газоперерабатывающего завода – 37 лет. Молодой, но высококвалифицированный коллектив успешно выполняет поставленные перед ним задачи. Креативность, целеустремленность и жажда саморазвития приветствуются руководством компании. С 2004 года предприятие ведет активную работу по привлечению на производство молодежи. Только в 2013 году на ГПЗ прошли практику 28 муравленковских студентов. По ее итогам пятеро остались работать на заводе. От молодых, энергичных, амбициозных, талантливых людей зависит как судьба нашего завода, нашего города и страны нашей в целом. Сегодня вы познакомитесь с нашим производством, с нашим коллективом. И кто знает, возможно через несколько лет кто-то из вас будет стоять в этой аудитории в должности директора и рассказывать молодым людям о нашем заводе. Лицеистам и студентам колледжа наглядно показали весь производственный процесс. Познакомились с деятельностью цехов и даже показали небольшой химический опыт. Мы сейчас просто определим нейтральность среды, то есть нейтральная, кислая, щелочная. Экскурсия произвела на ребят неизгладимое впечатление. Некоторые даже задумались о том, что лучше после окончания учебы стать нефтехимиком, чем нефтяником. В принципе это как бы относится тоже к нефтяникам, тоже газ перерабатывают. Ну, в принципе мне очень понравилось тут, очень интересно. Первый раз катались на автобусе, так было не очень интересно. Сейчас прошли, все осмотрели, ознакомился со всем оборудованием. Там новое оборудование, это очень классно. Оптимизировано все, автоматизировано, ну, очень интересно. В принципе, хотел бы работать в Сибуре, а то очень хорошее предприятие, вроде хороший коллектив тут. После экскурсии ребята закрепили полученные знания, решив тематический кроссворд. Наблюдательность и смекалка пришли на помощь там, где не хватило знаний. И с задачей справились все. Мероприятия подобного рода проводились именно с той цели, чтобы показать еще молодым, так сказать, но уже подходящим к окончанию школы, колледжа, ребятам, что такое завод, чтобы они уже примерно представляли, видели. Может быть, что-то заинтересовало, появлялось еще больше желания получить профессию газопереработчика, может быть, механика, химика и в дальнейшем поступить в наши ряды, чтобы работать на предприятиях Сибура. Первая экскурсия студентов и школьников на газоперерабатывающий завод прошла успешно. Понравилась всем. И проводить подобные мероприятия планируется в будущем. Ребята получили новые знания, а предприятие, возможно, получит новых квалифицированных специалистов из числа сегодняшних экскурсантов. Денис Максимчук, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Буравленка ТВ». Призвание спасать во Всеверина профессия пожарного была и остается одной из самых опасных и рискованных, а потому и одной из самых почетных. Пожарная охрана – мощная структура, способная на высоком профессиональном уровне решать вопросы противопожарной защиты, бороться с огнем. В преддверии 365-й годовщины со дня образования пожарной охраны России в Муравленковском гарнизоне проходит целый ряд мероприятий. Подробности у Анастасии Поповой. Те, кому от семи и старше рисуют героев нашего времени. Этот конкурс в преддверии профессионального праздника пожарная охрана проводит каждый год. Руслан Минабов в этом году в списке победителей занял первое место. Еще один призер в самой младшей возрастной категории – Вадим Мустаев. Он переживал, как оценит его труд пожарная жюри. Такие конкурсы для него пока в новинку, но мальчишки уже знают толк в противопожарном деле. Своими работами они стараются научить других. Чтобы дети не трогали зажигалки. Не сували вилки, нож в розетку. Не зажигали спички без мам. Не заливали фейерверк. Чтобы они развивали свое творчество. Чтобы они знали много большего. Что не надо трогать спички. Что не надо зажигать костры. Для юных горожан у пожарных всегда много сюрпризов. Конкурсы, призы, походы в музей. И интересные фильмы о пожарно-прикладном спорте Ямала. Но, конечно, самой зрелищной и впечатляющей стала экскурсия в пожарное депо. И сюда уже подсоединяются рабочие линии. Видите, они поменьше немножко. Такие походы в пожарную часть едва ли вмещают всех желающих. Дети приходят целыми классами. Самые любознательные забираются на машины, задают массу вопросов и пытаются все испробовать на себе. Дети, молодежь всегда стараются походить на героев и подражать тем, кто каждый день смотрит в глаза опасности и чтит традиции. Ведь огнеборцы нашего города уже не раз доказывали, что готовы бороться не только с огнем, но и жертвовать своей жизнью во имя спасения других. В такие дни, в канун праздников, они всегда вспоминают тех, кто не вернулся из боя. Возлагают живые цветы в памяти коллегах. В разные годы погибших при исполнении служебного долга. Вместе с личным составом гарнизона – подрастающее поколение. Они тоже должны это знать и помнить. Если мы хотим воспитать наших детей патриотами, сегодня мы вспоминаем пожарных, погибших на Чернобыльской АЭС. Может быть, даже некоторые дети об этом и не знают. Вот мы им об этом рассказываем. Также мы показываем нашу технику, рассказываем о нашей работе. То есть, возможно, кто-то из ребят в дальнейшем станет пожарным. Именно вот благодаря таким выставкам, таким мероприятиям. Анастасия Попова, Анатолий Шуликов, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Стрит-воркаутеры «Муравленко» готовятся к предстоящему летнему сезону. Напомню, для занятий уличной гимнастикой в городе установлены три площадки. В зиму они были закрыты. Сейчас любители стрит-воркаута совместно со студентами многопрофильного колледжа по собственной инициативе очищают их от снега, чтобы была возможность проводить тренировки. Официальное открытие летнего сезона по стрит-воркауту состоится на площадке в районе второй школы. Здесь же будут проходить основные тренировки городской команды. Мероприятие по случаю открытия запланировано на начало июня. На него приглашены лидеры мирового движения стрит-воркаута из города Днепропетровск. Покажем мастер-класс, выступления. Ребята будут участвовать в силовых выступлениях, на брусьях и турнике. Проведем соревнования, потом собираемся провести окружные соревнования. Соберем город с Янау, со всех городов Янау. Сегодня хореографы всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Несмотря на то, что у танцоров праздник бывает практически каждый день, отмечают его официально они лишь раз в году. По решению ЮНЕСКО 29 апреля провозглашено Международным днем танца. Дата была выбрана не случайно. В этот день, в 1727 году, родился французский балетмейстер Жан-Жордж Навер, реформатор и теоретик хореографического искусства. Он вошел в историю как отец современного балета. Для всех, кто имеет отношение к танцу – преподавателей, хореографов, участников профессиональных и любительских ансамблей, Международный день танца – это лишний повод организовать представления или открытые уроки. Один из них прошел в Доме культуры Украины. Балетмейстер, руководитель танцевальных коллективов Нина Медюсева совместно со своими воспитанниками организовала показательную шоу-программу для будущих танцоров и их родителей. Этим мероприятием мы хотим показать нашу работу, работу образцового танцевального коллектива «Узоры Ямала», танцевального коллектива «Орфей», «Родничок» и пригласить всех желающих окунуться в прекрасный мир танца. Сегодня в Муравленко свою хореографическую деятельность осуществляют 15 танцевальных коллективов. Три из них носят почетное звание «Образцовый». Большинство коллективов являются неоднократными призерами и победителями городских, окружных, всероссийских и даже международных конкурсов. Информационный выпуск продолжит традиционный обзор прессы по материалам городской общественно-политической газеты «Наш город». Большие доначисления за общедомовые нужды остаются проблемой жильцов многоквартирных домов. Соседи различными способами скрывают реальные расходы воды в своей квартире. Коммунальные службы нашли лекарство от жадности. Подробнее об этом читайте в материале. Индикатор выводит на чистую воду на третьей странице номера. Экскурсия на производственные объекты высоко ценится учащимися и педагогами, поскольку это уникальная возможность определиться с выбором профессии и увидеть будущее места работы. На днях группе учащихся многопрофильного лицея и колледжа посчастливилось посетить газоперерабатывающий завод. Чем запомнилась эта поездка ребятам? В материале «Космос» или «Сибур». Выбор есть всегда. На 12-й полосе. Пицца – одно из самых любимых и популярных блюд. Казалось бы, в ее приготовлении нет ничего необычного. Тонкий пласт теста и начинка, которая состоит из всего того, что есть в холодильнике. В то же время каждый кулинар выносит в это блюдо некоторые свои элементы. В свежем номере издания своими секретами приготовления пиццы с читателями поделился Сергей Малиновский. Также он рассказал о способе приготовления лазаньи и невероятно вкусного салата с орехами. Это были лишь небольшие выдержки из статей об этом и многом другом. Читайте в свежем номере газеты «Наш город» номер 18 от 1 мая. К другим темам. В начале мая синоптики прогнозируют на Ямале потепление. Поэтому самое время задуматься о весенних нарядах. В магазине «Финфлэр» уже в продаже новая коллекция. Многие горожане успели оценить качество одежды известного финского бренда. О новинках весенне-летнего сезона расскажет наш корреспондент Татьяна Бойко. Сюжет на правах рекламы. Новая коллекция «Финфлэр» яркая, жизнерадостная, удобная и стильная. Многие муравленковцы уже спешат пополнить свой гардероб. Если мужчины более сдержаны в выборе одежды, то женщинам хочется купить все и сразу. И это неудивительно. Здесь можно найти модные блузки, элегантные платья, комфортные кардиганы, свитеры и джемперы, которые идеально подходят для любой ситуации. Верхняя одежда для мужчин и женщин заслуживает отдельного разговора. В этом сезоне одинаково популярны как кожаные куртки, так и куртки из полиэстера. Каждая модель – яркая индивидуальность. Такая одежда не сковывает движения и позволяет чувствовать себя комфортно в любых ситуациях и при любой погоде. Также среди новинок – ветровки и пальто самых разнообразных моделей и фасонов на любой вкус и цвет. И все это по привлекательной цене. У нас сейчас много скидочек. Также у нас действуют карточки. Карточки идут накопительные, они действуют по всей России, не только по России, действуют и за рубежом. Сейчас у нас также, как бы, раньше при покупке на 5 тысяч мы оформляли карточку. С 1 мая у нас теперь будет на покупку от 3 тысяч мы оформляем дисконтную карту. Примечательно то, что в одном магазине можно подобрать одежду в едином стиле. Это уже сделала Маргарита Волошина. Джинсы, рубашка и кожаная куртка отлично сочетаются между собой. Девушка покупкой довольна. Финфлэр мне очень понравился. Очень удобная, стильная, качественная одежда. Скидки неплохие. Приду еще. Мне очень понравилась еще синяя куртка. Я обязательно за ней приду. Удобные и стильные модели на каждый день могут подобрать и мужчины. В магазине большой выбор рубашек с коротким и длинным рукавом, брюки, джинсы, джемперы самых разных расцветок. Финфлэр можно оценить не только весенние модели, но и первую коллекцию будущего лета. Чтобы не ходить дважды, отправляйтесь в магазин всей семьей. Вас порадует новая коллекция футболок для мужчин и женщин, шорты из натуральных тканей и яркие платья. Одним словом, посетив магазин Финфлэр на украинском рынке, вы поймете, что качественную и стильную одежду купить очень просто. Татьяна Бойко, Сергей Кириченко, телерадиокомпания Муравленко ТВ. Это все новости на сегодня. Информационные выпуски по-прежнему доступны на официальном сайте города-муравленко.ком. А я на этом благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лочникова. Далее прогноз погоды. Не переключайтесь. СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОДЫ У вас новая квартира? Поздравляем! Теперь вы планируете ремонт? Поддерживаем! Причем поддерживаем материально. Делайте ремонт с Керамой и экономьте до 42,5 тысяч рублей. Керама. Поддержка новоселов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...